Всем привет, с вами Роман, я живу в Израиле, в городе Тель-Авив. В этом видео я расскажу о законах в Израиле, с чем вы можете столкнуться по приезду, какие сложности могут вас ожидать и как решить все быстро. Ну а вечером поработаю, как обычно, расскажу вам последние новости и покажу, как и сколько зарабатывают курьеры в дождь. В общем, подпишись на канал, если еще этого не сделал, поставь жирный-жирный лайк. Погнали! Короче, мне на днях тут опять пришла неприятная, неожиданная новость о том, что мой мопед снят с учета и уже как две недели я не имею права на нем находиться на дорогах общего пользования. Я позвонил, собирался делать тест. Ну и перед тем, как сделать тест, нужно губить страховку. И это можно сделать по телефону. Ну и что случилось? Я звоню по телефону, называю все свои данные, мопед, паспорт, короче, что на меня зарегистрировано, на что я хочу сделать страховку. И мне говорят, а у тебя ты не можешь сделать, потому что у тебя мопед снят с дороги. Типа не с учета, а с дороги, что я не имею ездить за какой-то неисправностью технической. Меня остановили. Он только посмотрел, теста нет. Чего теста нет? Я говорю, ну нет и нет, и давай типа штраф. Он такой, давайте, да, я типа осмотрю на месте. Начал осматривать на месте, но с мопедом все ок. То есть он может его снять с дороги, по сути, если неисправны тормоза, если неисправен свет, либо газ, либо еще такое, знаете, которое жизненно важное, опасное. А он нашел, знаете, что, ну опять по беспределу просто. Вот эта защита, из-за того, что здесь расплавились петли внутри, она, короче, болталась и уже не особо держалась. И он мне сказал, что типа ее нужно исправить. И все. Типа ее исправить и сделать тест. И выписал мне еще 250 шекелей за то, что у меня не было теста. Если вы смотрели мои предыдущие ролики, наверное, помните, когда меня остановили и выписали мне штраф аж на 1000 шекелей, якобы за просроченные 4 месяца теста. То есть, если тест просроченный, тебя ловят, тебе максимум могут выписать 250 шекелей. Он выписал на 1000, как бы за 4 месяца. Это не, это незаконно, я этот штраф оспорил, заплатил 250, а новый после этого. У меня уже просрочен был тест на 5 месяцев. Он мне выписал 250 шекелей, все по закону. Но при этом снял мой мопед с учета, то есть опять по беспределу. Это не техническая неосправность. Короче, в общем, тут работы нет у полиции. Они постоянно на что-то накидывают. Поэтому будьте грамотны и никогда не идите работать в мусор. Но я решил выбрать довольно дождливый день, чтобы сделать тест. Так как народу вообще по минимуму. Ждали. 1, 2. Поехали. Олег. Нужно делать тест в форме. Не, 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 не. Абили, ты, если я не делал, я делал в битвуах. Не, 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 не. Гасли сами, лараб бухрен, он объяснит тебе, мальяви. Ты должен ищу мусор, чтобы делать битвуах. Окей, спасибо Амис Ами? Да Ты можешь мне помогать? Да, хорошо Там есть штуки в ген-экзоузе Да, но нет ничего Ты должен взять ищур мусак из мусак из мусак Какой ищур мусак? Да Какой ищур мусак из мусак Нет, из мусак из мусак Да Это не я Это я Это я Это я Это я Ищур Ищур мусак Объект Это не нас Это мы Ищур Короче, как обычно тут все друг на друга всё перекладывают приехал в свой сервис пацанам чтоб они мне дали разрешение но он заодно решил все проверить и сейчас он мне там передние тормозюльки поменяет выпишет разрешение мы поедем дальше пацанами договорился за бесплатно все пацаны арабы вообще вот такие пацаны короче диск нужно было поменять потому что по он говорит могут прикопаться что ему уже он неровно ему хана короче вообще за такую мелочь блин за что короче вот так выглядит разрешение о том что меня проверили мотоцикл и едем обратно мое любимое сначала загнать себя в жопу потом из нее вылазить ну так хоть что-то происходит не знаю есть люди которые на арабов гонят мне нравится вообще с кем не встречался вот такие вообще ребята с ними всегда можно договориться и все такое с израильтосами хер договоришься с ними надо делать хитрить алан а нот паа кибаллте ищуру и ма ластот аксав ну а ты лек на хибрают битвух короче в общем теперь я могу сделать страховку и опять нужно сюда возвращаться град идет смотрите не хотят никто работать они вообще эти уже здесь отменили тест на неделю ту нас только на год ну давайте посмотрим что здесь чем заполняют заявку из нужно запомнить данные машины прав и все такое так в общем я все сделал вот так выглядит страховка обошлась она мне на неделю 300 шекелей и моё понимаете да почему на мопед не делают страховку в принципе я делаю только на неделю чтобы получить тест все где как 5000 шекелей на год страховка на мопед точно не уверен короче дофига это нафиг это надо все в общем сейчас уже никаких проблем должно быть вот наконец-то нашел людей которые работают в израиле вы заметили да как они любят перекидывать перенаправлять работу хотя все сами могут сделать я уверен я сейчас приеду на тест они даже не будут проверять мотик а просто основываясь на документы из тех центра просто нет он не уверен что с моим что ли нам水 у demás это 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И то есть я возвращаюсь на дорогу, можно сказать, хотя я вообще этого не знал. Ездил нормально, спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok